надо же какой неудобный ракурс солнце светит прямо в глаз всем привет к сожалению лето заканчивается так же быстро как и мясо в холодильнике поэтому сегодня я полезу вот туда не то что я бы вам хотел рассказать об очередной рутинной охоте сколько пофилософствовать об одной очень интересной теме о теме выбора тепловизора который мне постоянно задают и в принципе самое главное в этой теме это выбор матрицы этот вопрос задают чаще всего я сейчас попробую по колхозному на пальцах объяснить давайте начнем пока сижу на вышке солнце еще тут до кабана как до китая пешком меня в пользу есть два прибоя один прицел другой тепловизор в одном матрица 384 в другом матрица 640 ну как бы первое что приходит на ум это конечно же 640 матрица круче чем 384 многие и руководствуются этим при выборе девайса для охоты но не все так просто и не все так явно самое главное чего вы должны начать это с выбора объектива чем больше объектив линза в объективе тем соответственно ярче и четче будет картинка но и соответственно дороже прибор вот это номер один при выборе после того как вы определились с ценовой категорией девайса допустим вам ну не одолеть приборы там с 50 линзы выбираетесь 38 25 как бы но не суть почему я начал с линзы но если по простому то вот линза вот матрица линза дает угол на матриц вот допустим у вас 50 линза и 384 матрица то есть линза вот дает угол вы получаете свои три с половиной крата увеличения если вы увеличиваете матрицу то либо на этом фокусном расстоянии линза будет светить внутрь матрицы либо чтобы задействовалась вся матрица вам надо матрицу подвинуть ближе к линзе чем это грозит это грозит что ваше увеличение будет уже не три с половиной а допустим два с половиной конечно вы скажете что в 640 матрицы вы можете цифровым зумом приблизить да это так но вы не приближаете саму качество вы уже приближаете как бы порезанный на два сам объект он уже не будет таким качественным как изначально если мы берем прицел и хотим такого же большого увеличения чтобы матрица была вся задействована то тогда придется вам при схожих характеристиках брать уже не 50 там 75 линзу то есть прицел уже станет габаритным ну да вы тогда увидите просто зверское качество в одном случае вот допустим в случае с гляделкой вот здесь 640 матрица и два с половиной у меня увеличение но у меня очень большой угол обзора для гляделки это очень клево потому что вы сразу обхватываете много чего после того как вы нашли объект вы берете прицел в прицеле уже угол обзора но ближе приближение вам легче попасть там у меня 384 матрица конечно вы можете задать вопрос почему мы не делаем там 640 матрицы в размер 384 и вот в этом компактном прицеле с 50 и да даже с 308 линзой почему мы не задействуем всю ее тут я как бы не спец по матрицу но мне кажется что вот грубо говоря размер ячейки он должен быть каким-то определенным если вы его делаете меньше то света хватает меньше и соответственно вылезают шумы то есть тут к самой картинке еще прибавляются и некие потусторонние шумы которые вот блин они тоже мешают прицеливанию тоже влияют на изображение но мои рекомендации если вы как бы упираетесь в 640 матрицу то вам надо взять прицел действительно очень классный то есть хорошие линзы несмотря на размер это будет шикарный прицел если вы упираетесь все-таки в деньги то лучше обратите внимание на 384 матрицу тоже очень хорошая матрица вы получите хорошее увеличение при хорошей картинке если вы хотите купить себе прибор для наблюдения то есть гляделку в простонародье тут все очень просто чем больше поле зрения тем лучше с другой стороны вот сейчас я смотрел от моего друга прицел пульсар 640 матрицей у него да там приближение всего то ли два то ли два с половиной крата линза полтинник но объект он приближает и как бы скругляет вот это значит как сглаживание ну на самом деле интересная картинка не промажете действительно очень хорошо показывает но технологии это технология не идут если вы готовы платить за самые современные прицелы вот который только выше там по полмиллиона то и больше ну как бы я только рад за вас так солнце уже почти в деревьях сейчас буду уже готовиться к охоте если какие вопросы по матрицам есть я думаю жива как бы вполне себе нормально ну задавайте давайте пообщаемся в комментариях а так мне ни пуха ни пера и вам всем к черту а а а а а а а а а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»